Привет! Мы сейчас с вами находимся в Красносельском Басманном районах, которые относятся к центральному округу Москвы, недалеко от Казанского вокзала, а также рядом Ленинградский и Ярославского, то есть недалеко мы находимся от трех вокзалов и площади трех вокзалов. Также рядом проходит Алексейская соединительная железнодорожная ветка и метро Комсомольская находится около трех вокзалов. Так вот, здесь от Рязанского проезда до Спартаковской улицы проходит Новоризанская улица. Двустороннее движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина улицы составляет чуть более одного километра. Улица была названа в 2009 году как новое продолжение ранее уже существовавшей Рязанской улицы, названной по близости к Рязанскому, ну а ныне Казанскому вокзалу. Ну то есть вот поскольку улица находится рядом с Казанским вокзалом, который раньше создался Рязанским, то соответственно вот так улицы назвали, ну а новая соответственно, потому что уже был как бы продолжением существовавшей Рязанской улицы, которой ныне вроде как нету, ну а раньше была она и вот как продолжение этой улицы, поэтому Новая Рязанская. В 1909 году она была названа, но сначала она называлась Новая Рязанская, не Новая Рязанская, а Новая Рязанская. В 1929 году улица Рязанская, Новая Рязанская были объединены под именем Рязанская улица, а в 1955 году улица окончательно получила современное название выезд берега Рани Путниса с другими рязанскими названиями, просто тут через Рязанский проезд и Рязанский переулок, чтобы не было Путниса, решили назвать Новая Рязанская. Вот, так что вот такая вот интересная история этой улицы. Ну что ж, здесь есть как жилые объекты, так и нежилые строения, жилые дома здесь довольно много их, давайте я о них скажу, это шестиэтажный дом под номером 2, конца 19 века, бывший доходный дом Бровкина, шестиэтажный дом под номером 16, строение 1027 года, постройки, селье конструктивизм, тут будут строить апартаменты, начали перестраивать это здание, можете заодно строить. Трехэтажный дом под номером 25, начало 20 века, это бывший дом работников трамвайного парка, он входит в ансамбль здания Рязанского трамвайного парка, начало 20 века. Семиэтажный дом под номером 30, 1337 года, постройки, селье конструктивизма, девятиэтажный дом под номером 30А, селье 2001 года, постройки, шестиэтажный дом под номером 31, строение 5, 1332 года, постройки, тоже селье конструктивизма, шестиэтажный дом под номером 31, строение 6, 1333 года, постройки, тоже два дома селье конструктивизма, шестиэтажный дом под номером 31, девятиэтажный дом под номером 32, 163 года постройки, но это стандартный дом. Семиэтажный дом по доме 36, 1641 года постройки, тоже стиле конструктивизма. И пятиэтажный дом по доме 38, 1628 года постройки, тоже стиле конструктивизма. На первом этаже находится кафе-бар Вероника. И также идет сейчас строительство комплекса апартамента бизнес-класса Loft Factory по доме 26, с высотой потолков около 5 метров. Здесь когда-то находился дом культуры автомобилист, выполненный в виде двухэтажного кирпичного здания в стиле конструктивизма, 1635 года постройки. В 2015 году это здание было переформатировано в бизнес-центр Ново-Рязанская, 26. Ну а сейчас его, соответственно, бизнес-центр переформатировано в апартаменты бизнес-класса. Также на этой улице находится довольно много нежилых объектов. Это издательско-полиграфический центр Дортранспечать в трехэтажном здании стиле конструктивизма по номер 8. Государственный специализированный проектный институт по номер 8, а строение 1, работает с 1128 и занимается спроектированием объектов оборонного комплекса. Входит в состав Атомэнергопрома. Был создан как специальный проектный институт ГСЦПИ-12 для проектирования объектов оборонного комплекса. Сейчас тут вроде как продают апартаменты, но хотят продавать апартаменты, перестроили апартаменты. Рядом находятся два офисных здания по номер 8, а строение 2. Одно четырехэтажное, другое двухэтажное в советских годах постройки. Также рядом находится Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по номер 8, а строение 3 здания. Чуть подальше офисное здание по номер 10, где раньше располагался отдел МВД по Красносельскому району. Чуть подальше еще Росжелдорснаб, ну, с железной дорогой связана тоже компания, занимается снабжением, да, по железной дороге. Здание по номер 12, это бывший дом управления Московской-Рязанской железной дороги. Начало 20 века, тоже довольно интересное здание, но рядом железная дорога проходит, поэтому тут некоторые здания связаны с железной дорогой. Бизнес-центр Стендаль, по номер 18 с несколькими строениями, это здесь раньше находился молочный завод имени Горького, ну, а сейчас там разные аренды идет. Дальневосточная грузовая компания, центральная пригородная пассажирская компания, кстати, здесь находится, ЦППК знаменитая, да, как мы все видим. Вот здесь у него как бы штаб-квартира находится. Также на улице находится строительный монтажный треск, номер 3, здание по номер 21, строение 1, рядом продуктовый магазин Меридианс и кафе по номер 21, строение 2, ну, а затем находится довольно большая территория, бывшая площадка Ново-Рязанская филиала Восточный Мосгортранса, ну, по сути, просто был троллейбусный парк, тут находился, по номер 23 с нескольким строением, когда-то бывший Рязанский трамвайный парк, а потом второй троллейбусный парк, здание начала 20 века, в 2010-2011 годах после вокзала Московской Рязанской железной дороги был поставлен Рязанский трамвайный парк, трамвайный депо имени Баумана было перегислоцировано снова Рязанской улице, то есть в 2007 году в Ростокино, но освободившее помещение было переобранным под второй троллейбусный парк, то есть вместо трамваев стали тут троллейбусы парковаться, останавливаться, обслуживаться. Ну и вот в 2017 году троллейбусный парк был ликвидирован, и все, теперь пока это бывшая площадка, скорее всего тут построить какие-нибудь элитные дома или что-нибудь, какой-нибудь офисный центр. Ну а также по другой стороне улицы находятся два бизнес-центра, это деловой центр на Новоризанской улице по номер 24, семиэтажное здание для 2011 года, постройки работы до 2011 года и бизнес-центр Новоризанский 26, ну это сейчас вот по сути перестраивается, как я уже говорил, в апартамент в опт-фекторе по номер 26, когда-то был бизнес-центр, сейчас, соответственно, перестраивается в апартаменты, ну а бизнес-центр работает здесь с 2015 года. Ну а вот за бывшей троллейбусным парком, да, по номер 23, находится еще здание бывшего четвертого автобусного парка, тоже бывшего, по номер 27, с 348 по 2014 год здесь обладался четвертый автобусный парк, ну и здесь интересные такие тоже здания, так же как и вот бывшего трамвайного по троллейбусному парка, вот, раньше тут был гараж, вот, памятник, архитектора Константина Мельникова и Владимира Шухова, был построен и в конце 120-х годов, как гараж для грузовых автомашин, и в 148 году гараж был перепрофилирован и превратился в автобусный парк. В 2014 году началась, так называемая, оптимизация автобусного парка, который, собственно, как глаз заключалось в том, что его отсюда вывели с этой территории, а также еще убрали его, этот четвертый автобусный парк, с площадок на, около, метро Рижская и на Хапиловке, и, в общем, перевели его в новую косину за кольцевую дорогу, и в 2015 году эту территорию продают под коммерческое использование. Ну, что там сейчас находится, я точно ничего не знаю, но, наверное, какие-нибудь офисы, может быть, тоже лойком, построили. Ну, и также еще на этой улице находится офисное четырехэтажное здание под номер 28 и 156 года постройки, Звеевский центр современного искусства, кстати, может, заинтересует, под номер 29 строение 4, рядом находится территория первого стадиона футбольного клуба Локомотив Москва с парком имени Милютина, кстати, в парке можно погулять, он хоть и небольшой, но такой довольно приятный. Ну, еще также важным строением на этой улице является бизнес-центр Немецкая Слобода, здание под номер 31 с нескольким строением под номер 31-7. До революции корпуса принадлежали Московская хребная биржа, ну, а в советское время здесь находился Московский завод Старт, который производил полупроводниковые приборы с 1442 года. В 1667 году началось производство первых отечественных светодиодов и излучающих диодов инфракрасного диапазона. Также выпускались фотодиоды, фототранзисторы и оптопары, кремниевые полупроводниковые приборы среднего класса мощности, на всякие диоды, мосты, денистры, тиристоры, туннельные диоды и так далее. Также импульсные устройства для зажигания натрех ламп уличного освещения. В производстве было свое контрольное бюро, школа даже была, пионерские лаги отправляли детей сотрудников и так далее. Но все это закончилось в 2000-е годы, когда началось 2000-е, корпуса реконструировали под бизнес-центр немецкая Слобода. Ну и, соответственно, еще на улице также находится в конце уже улиц находится центр созвездия, это офисный по номер 38, строение 2, и стоматологический центр Альбис по номер 38, строение 3. Ну вот такая достаточно интересная улица, где есть много строений, к сожалению, уже что-то сносят, что-то перепрофилируют под офисные центры, многие старые здания, делают там лофты и так далее. Ну и что-то еще, конечно, можно посмотреть. Сейчас сохранилось довольно много жилых домов стиль конструктивизма. Вот, дальше есть еще и дома, есть дом конца 19 века по номер 2 в начале улицы. Так что я бы рекомендовал здесь погулять, посмотреть здание, довольно интересная, и разнообразная такая улица, достаточно любопытная. Вот, правда, довольно тесная, как и, в общем-то, многие улицы, прилегающие к центру города, довольно много людей, поскольку много организаций разных, всяких бизнес-центров, и много машин. Так что улица, конечно, довольно неблагоприятна для прогулок. Ну, а доехать сюда лучше с отмироком Собольска, дальше пешком через Комсомольскую площадь и Рязанский проезд или на автобусе номер 40 и троллейбусе 22, который проезжает всю улицу. Так что можно и, соответственно, троллейбусной или автобусной искуски. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok